Что значит вредно пить? Чушь. В журнале «Здоровая жизнь» за 67-й год один доцент фамилию забыл. Так и пишет. Напивайтесь. Полезно. Ну, коньяк вообще полезная вещь. Что говорить? Он от простуды, от ревматизма сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен. Но дорогой. Потому и дорогой, что очень полезный. Ну, а у кого сердце больное, тому коньяка не надо. Водку с перцем. Но только надо все это помешать поровну. Туда чуть-чуть крепленого. Две рюмки. Не больше. Лучше три. Ну, можно и четыре. Все это перемешать. Когда же очнулся и не найдешь, где сердце. Вот пусть кто хочет, ищет, не найдет. Да это в журнале было. В «Науке бытии» или еще в каком. Ну, не помню. Профессор один себя вылечил, детей подлечил. Все этим. Перец, водка. Сухое, крепленое. Там и таблицы есть. Я не помню, в каком журнале. За прошлый год. Так подшивку можно взять. Только пишет беременным женщинам. Нехорошо, нельзя. А без сердца можно. Состав тот же. В журнале «Вокруг мира» один профессор, значит, пишет. Суставом смазку дает 150 зубровки, 200 эмитцного, 250 олиготе, 3 семерки, 300 санцидару и ацетон. Ну, только капельку, чуть-чуть, так, для запаху. Забываешь, где суставы. А вот желудочно-гастритиком надо осторожнее быть. Им нельзя этого, ничего. Ни олиготе, ни марочных. Для них гибельно. А спасает спирт с хреном. Но потом 2 часа ничего не есть. Только пивом запивать и терпеть.